Привет. Привет. Что это вы снимаете? Ты готов рассказать про лавочку свою? Про какую еще лавочку, блин? Лавочку мы никакую тут не делали. Что за лавочка? В смысле, вот лавочка. Это лавочка, это вообще-то качель, блин. Я понимаю, что человек неосведомленный, как бы, не отличишь лавочку от качеля, как бы, но вообще мы делали качель и рассказывать будем сегодня именно про нее. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня у нас будет не обычное видео, мы расскажем про наш давнешний проект, где мы делали качель своими руками дачного типа, двойную, скажем так. То есть, это будет основная зона качель для взрослых. И была идея такова, что мы сделаем еще маленькую качель, где будут кататься именно маленькие дети. Итак, друзья, идея-то зародилась очень спонтанно. Какого-то определенного проекта у нас не было. Все брали мы из головы. Вот. Было принято решение реализовать данную качель из бруса сечением 100 на 100. В конце видео мы вам предоставим подробный список материалов, которые мы использовали. Вот. Это была у нас сосна, брус 100 на 100. Определенным образом между собой скрепленная, вот, зафиксированная. И приняли мы решение сделать еще также крышу данной качели, чтобы когда будет идти какой-то дождь, осадки какие-то, чтобы можно было тоже там комфортно, ну, скажем так, спрятаться, посидеть, может быть, даже и покататься. Определенных каких-то размеров у нас проекта не было, да, то есть было взято все придумано из головы и на бумаге мы для себя сделали какой-то ориентир, чтобы в процессе, ну, изготовления данной качели мы не запутались. Вот. Он будет представлен у вас на экране, этот небольшой чертеж. Его можете как-то под себя подредактировать, подстроить, скажем так, ну, сделать так, как вы представляете это и так, как вам это будет удобно. Это будет основная концепция, а с размерами уже можно будет там поиграться. Итак, друзья, по проекту видно, что у нас качели X-образного типа с верхней балкой, такой перемычка, которая скрепляет две эти X-образные конструкции. Мы приняли решение делать именно так, но в интернете есть масса других, как бы, вариантов. Выбирайте такой, который вам по душе, на самом деле. Наше решение было таким, потому что мы хотели сделать крышу двухскактную над качелью, потому конструкция у нас X-образная. Вот. С чего, собственно, начали. Понятное дело, заготовили мы дерево. Взяли мы брус с сечением 100 на 100, сосна. Вот. Естественно, этот брус, он был у нас сырой, то есть мы его не сушили, и он требовал у нас обработки. Естественно, мы его обработали, и, как будет показано на фото, мы сделали небольшие фасочки по углам, чтобы у нас углы у бруса были не острые, скажем так, чтобы у них было невозможно, скажем так, пораниться. Вот, соответственно, мы делали небольшие фасочки, срезали, шлифовали это все дело, и, скажем так, полетали его для монтажа. Изначально вам понадобится небольшой парк инструмента, но инструмент, который мы используем, мы тоже также в конце разместим, покажем. Вот. Первая это ленточная шлифовальная машина. Она нужна для того, чтобы, ну, очистить, сделать гладкий наш сам брус. Дальше фаску мы снимали рубанком. Кстати же, рубанком можно придать и какую-то определенную геометрию для дерева, но основная цель была его именно снять вот эту вот фасочку. Вот. После того, как мы сняли фасочку, точно так же это все дело мы обрабатываем ленточной шлифовальной машинкой, и точно так же у нас была вибрационная бошевская машина. Маленькая машинка, вот, которую мы, скажем так, уже снимали, ну, грубую вот эту ленточную, то, что мы зачистили ленточной машинкой, мы снимали вот эту вот мелкой, бошевская, с мелкой наждачкой. Далее, когда вы уже брус обработали, вы можете свою х-образную конструкцию разложить где-то на земле, и вот этот вот угол для себя примерно понимать, какой он вам нужен, зависит, от этого будет зависеть и высота вашей самой качели. Ну, то есть выстроить саму х-образную конструкцию именно на земле. Вот. Делаем это очень просто. Кладем на чай один брус, поперек на букву х образуем, кладем второй, отрисовываем метки, вот, и по этим меткам мы делаем пропил и выбиваем ее с помощью молотка и какого-нибудь зубила. Делается это очень просто, так как сосна материал мягкий, он хорошо колется, вот, так что проблем у вас не возникнет, кстати. Есть. Ну, это вот все вот эти вот вещи, где надо будет нам показать. Вот. Когда мы делали пропил, примерно на 50% мы брус пилили, то есть, если у нас десятка, примерно на 5 см у нас делали такую четверть, чтобы брус-брус у нас, скажем так, зашел. Вот. И последующим мы крепили его шпилькой. Мы свою х-образную конструкцию скрепили как можно выше, то есть, чтобы у нас была определенная высота у качеля, чтобы она была не слишком низкая. У нас брус был 4-метровый, вот, и нужно учитывать то, что качель у нас стационарная и она у нас не будет переноситься. Естественно, при желании ее можно будет принести, но в целом она будет у нас стоять в одном месте, вот, и основание у нас было, будет вкопано в землю. Порядка 30 см мы заглублялись, так что все эти параметры учитывайте для того, чтобы было комфортной высоты у вас сама качель. Верхнее наше перекрестие сверху мы именно вырезали и с одной части бруса, и с другой и соединяли, а уже перемычку нижнюю мы вырезали только четверть именно в самой перемычке, так, чтобы она у нас зашла в брус и только потом уже крепили ее через шпильку. Здесь весь крепеж будет осуществлен через шпильку. Шпильку мы использовали 10, можно 12 миллиметров, вот, с крупной шайбой и, естественно, через гайку это все дело, ну, закручивали. На самом деле конструкция получается очень надежная, очень прочная, то есть, можете не переживать, данная качель уже у нас стоит 4 года, вот, и все там окей, вот, с ней. Так что основной каркас мы выставляем, а, кстати, забыл сказать, что сверху мы использовали стропилину сечением 100 на 150, ее мы на пилораме специально выпиливали, ну, скажем так, по индивидальному заказу. Итак, поскольку у нас качель, ну, двойная, скажем так, да, то один вынос у нас будет порядка, наверное, метр двадцать-полтора метра. Вот, я к чему-то рассказывал, что саму стропилину можно было использовать и тоньше, да, допустим, взять там 50 на 150, вот, но мы использовали именно 100 на 150, потому что у нас вот есть вот этот вот вылет, на который будет детская висеть качель, соответственно, ну, запас прочности нам нужен был. И помимо этого мы всю еще конструкцию и изнутри, и снаружи усилили металлическим уголком толщиной металла в 4 миллиметра. То есть вот видим мы нашу стропилину, выходит она где-то на полтора метра дальше за сам каркас качели. Вот здесь я ее усилил металлическим уголком. Так, друзья, еще помимо того, что у нас бурусно зашел один в один, еще сверху, вот как на фотографии, будет, вы увидите, мы крепили длинной шпилькой именно верхнюю часть, чтобы придать еще больше жесткости данной конструкции. Вот, просверлили мы сверлом под дерево, просовывали шпильку и уже именно на весу обрезали, чтобы, ну, задать определенный размер, потому что дерево у нас немножко было криватое, вот, это дело мы все делали на весу, то есть просверлили и обрезали уже саму шпильку. Изначально была идея таковой, что качель мы хотели сделать на подшипниках. Мы снизу сделали металлический уголок, на который хотели переварить наш подшипник. Вот, переварить идея отпала, потому что, ну, все-таки высокая температура, металл как-то у нас ведет, соответственно, я переживал, что подшипник у нас, ну, испортится. Вот, поэтому мы приняли решение сделать через определенную скобу этот подшипник, вот как указано будет на фото. Вот, но данная модель, она не работает, вот, потому что сразу все хорошо, но проходит неделя-две, и она там, скажем так, ломается, вот, конструкция становится очень ненадежной. Вот, естественно, потом мы данную конструкцию доработали и сделали обвязку вокруг нашего бруса металлическую, на которую купили уже совсем другие подшипники, большие, вот, с обслуживанием, то есть подшипник, в который можно добавить масло, вот, то есть, который сам себя там смазывает. И уже данную конструкцию мы приварили полноценно к металлическому нашему основанию. Вот, получилось очень надежно. Поскольку у нас толстый брус, да, получается, и вокруг него сварен металлический каркас. Уже, как бы, никуда он не денется. Сами уши были приварены, использовал я металлический уголок. Вот, толщина металла 4 миллиметра. Так, и поскольку первый опыт у нас был печальный в плане подшипников, то есть, они у нас быстро вышли из строя, то, когда мы уже сделали основную обвязку, для надежности мы еще нашу цепь, то есть, туда, на которой будет держаться основная часть, которая качается, мы сделали такую страховочку и зафиксировали ее еще к нашей металлической обвязке. Итак, основная качель у нас висит на подшипниках, а именно детскую, там, где небольшая нагрузка, у нас висит на карабинах и на цепях. Что касается лавки, лавку вы уже вот этот размер подгоняете под себя. У нас лавка длина полтора метра. Почему полтора метра? Потому что у нас была доска трехметровая, мы ее разрезали наполовину и сделали с помощью металлических уголков место для сидения именно самой лавки. Вот, то есть, конструкция получилась тоже очень надежная, очень жесткая. Также на самой доске, которая на лавке, мы сделали закругление, то есть, чтобы, когда садишься, не было острого края, чтобы невозможно было пораниться. И основной крепеж, который вместе для сидения, он выполнен с потаем. То есть, сверху у нас крепеж гладенький. Получается, сверлышком мы просверлили потай, утопили наш крепеж, и снизу его зафиксировали. По детской именно самой качели делали мы на скорую руку, то есть, это был уже конец сезона, хотелось нам захватить время для катания, скажем так, для детей. И было сделано скорую руку тоже из дерева, но потом данную конструкцию мы сняли, потому что она была непрезентабельной, и купили обычную пластиковую, где один ребенок мог спокойно сесть, вот, и хорошо провести время. Вот, видишь, вот, просверлилась дырочка, типа, такая небольшая. Вот, на этом можно, допустим, показать. И получалось так, что, вот видишь, оно тут чуть-чуть шире рассверлено, и когда эта шляпка, она, ну, ниже была, вот, основной доски, то есть, чтобы, когда, допустим, ты сядешь штанами, там, либо девушка в колготах, чтобы не зацепилась за этот болтик, и не поцарапалась, потому что делать именно вот так. Цепь мы использовали хромированную. Вот, лучше покупать такую, чтобы, ну, она у нас не ржавела, и брать лучше с круглым звеном. Не продолговатая, а круглая, поскольку она у нас будет постоянно двигаться, и круглые звенья между собой хорошо, скажем так, взаимодействуют, нежели, вот, на продолговатой. Вот, толщина цепи у нас была 6 мм, брали прям такую мощную, с запасом, вот. Ну, как так она себя оправдала, режется она тоже, в принципе, болгарка легко, так что, ну, берите с запасом, и именно с круглым звеном оцинкованы. Помимо цепи можно было использовать, конечно, там, ну, какую-то веревку, вот, но мы, как бы, больше за надежность были. Веревка может быть и красивее, и самое главное, она была бы тише, потому что цепь все-таки, когда качаешься на качеле, она издает какие-то звуки небольшие, вот, но зато она долговечнее, то есть, нужно было сделать так, чтобы, грубо говоря, один раз сделал, и больше туда не касаться, вот, а веревка, она все-таки через определенное время какая-то либо перетерлась, вот, и учитывая, там, влажность, как бы, и то, что у нас качели-то не собирается, не переносится, как бы, стоит стационарно, требовался у нас запас прочности, вот, что мы, в принципе, и сделали. Итак, после того, как у нас был готов наш основной каркас, икс-образный, мы принялись устанавливать крышу, кстати, именно под крышу основания мы делали из бруса, сеченник, по-моему, 70 на 50, если мне память не изменяет, вот, то есть, это был полет фантазии, скажем так, ни к чему мы не привязывались, вот, сделали на быструю руку тоже, вот, и кроллю мы использовали не металлочерепицу, а обычный профильный лист, вот, поскольку это было дешевле всего, скажем так, коричневого цвета, мы его закупили, сделали сверху небольшой конек, и по мне получилось очень даже таки симпатично. После того, как уже стояла вся наша качель практически, мы покрыли ее пропиткой, цвет изначально выбирали венги от производителя ВГТ, ВГТ, в принципе, неплохая была пропитка, но единственное, что цвет оказался очень темным, такой как уголь, прям черный, хотя мы думали, что венги, знаете, это, ну, будет более такой к темно-коричневому, но он получился вот прям вот черный-черный, но в природе, вероятно, и есть такой вот венги, он черный, вот, так что вы тут уже выбирайте, можете покрыть не пропиткой, а лаком, вот, так что это уже выбор предстоит именно за вами. В последующем, через года, наверное, три мы данную пропитку покрыли просто обычной коричневой краской, и вот сейчас качели именно в коричневом цвете, вот стоит практически как новая. Основной момент по установке самой качели. У нас участок шел с наклоном, естественно, получалось так, что одна часть у нас заглублена больше в землю, другая ниже. Естественно, тут вам понадобится какой-то уровень, мы использовали обычный пузырьковый уровень с цифровым таблом, да, и лазерный нивелир. Вот, с помощью этого инструмента мы выставили в горизонте нашу качель так, как положено, вот, и когда уже будет у вас вырытое углубление под ваши ноги качели, естественно, нужно проложить там какую-то гидроизоляцию, так, чтобы у нас снизу это все дело не гнило. Мы использовали обычный рубероид, вот, можно также сделать, подлить данные вещи бетоном, скажем так, зацементировать наши ноги, чтобы они уже более прочно стояли в земле. Потому что, как показала практика первое время, как только мы ее установили, еще песок хорошо не уселся, не утрамбовался. Если очень сильно раскачаться, допустим, два крупных человека, взять вот мужчин там 80-100 кг, это порядка 200 кг общий вес, то, естественно, качель немножко у нас со стороны в сторону ходила. Но перекинуться ей очень сложно, так как вот угол, на котором она стоит, скажем так, да, вот распорки. Очень большой, ну, соответственно, большая очень площадь, соответственно, качель все равно получилась устойчива. Но небольшие колебания у нее все равно были. Вот. А в последующем уже, когда сезон прошел, песок хорошо утрамбовался, стало все на свои места, и теперь она как и в прямом, так и в переносном смысле, как вкопанная там стоит. Вот. Итак, друзья, я надеюсь, что данный видеоролик для вас будет полезен. Возьмете вы для себя какие-то вещи на заметку. И если захотите изготовить подобного типа качель, не бойтесь. Самое главное, смело кидайтесь в работу. Вот. За основу можете взять данный чертеж, немножко его подредактировать. И я думаю, все у вас получится. Вот. И хочу добавить, что качель – это вообще такое место, которое обязательно должно быть на даче или в частном доме, поскольку вы там, поверьте, будете проводить достаточно много времени как дети, так и взрослые. С вами был Андрей Лоскович, компания «Гарант Ремонт». До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!